МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не сдавать позиции – у Гомеля подвели выники экономичного развития в минулом году. Форум Таллинта у областного центра отбылся молодежный фестиваль «Зимовая веселка». А сейчас об этом и иншим больше подробно. Старшиня облаканка Масоння состарелся со студентами и супрацовниками Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. По словам Геннадия Салауя, такие встречи допомагают поддерживать правую совесть помеж органами улады и насильства. Об чём ишла размова ведают наши корреспонденты. Во университет Геннадий Салавей проезжает за паугодины до початку встречи. Гэты часы отведены для ознайомления с некалькими выставами. Выконанные у старожитным стиле дравляные образы можно назвать культурной и историчной спадшиной. Гэта, саправды, уникальные работы, які дозволяются больше глубоко асенсовать наше минулое. Размова об истории и культуре протягивается подчас презентации факультета университета. Подчас агляду макета Гомеля 12-го стагодзя старшиня Абыл Выконкама каже об уладкаванні стоянки першабытныха человека у Калинковицким районе. И планах по реконструкции сядибы увез Цехальш на Веткаушине. Хоть свой уклад студенты, выпускники и супрацовники университета могут унести не только у захаванні минулого. Подчас сустрежи Геннадий Салавей агучва информацию об ситуации у регионе. Основные темы – развитие IT-технологий, притягнение инвестиций у тем лику для открытия вытворчивости у районах, створение махчимостей для реализации идей у технопарках. И еще одно питание, актуальное для всех без выключения – меры, что примаются на Гомельшине по боротьбе с коронавирусом. Когда мы сейчас касаемся крови, то видим болезнь для нас, очень, можно сказать, она изучена в неполном объеме, но нет больших непредсказуемых последствий. К этому наша задача на сегодняшний день – и слушаться врачей, и помогать. Что мы и сделаем со своей стороны в госполку. В этом году мы уже тоже заложили в систему здравоохранения дополнительных сигналований. Конечно, придется дополнительно, мы не знаем, какая будет третья волна, вторая для нас была очень серьезная. Геннадь Салавей закликает присутных задавать вопросы на любые темы. Обмерзываются перспективы развития в регионе спортивной базы, будовництва современной школы и нового корпуса больницы худкой медицинской допомоги у Гомеле, реконструкция мемориала «Партизанская краничка», забеспечение жильем молодых специалистов. Врешті, поцікавица у губернатора планами отримавливается не каждый день. Посещая в прошлом году на Равлянский район, мы президентам показывали, и вы ему все помните, встретятся жилья на селе, и акцидируем внимание. Наша беда на сегодняшний день заключается. Мы сегодня все стягиваем большие города. Мы забываем про население, которое сегодня живет в поселках, деревнях, городках. Даже сегодня городки уже остаются как-то вшемлены. Сустреча старшині Абылвыконкама со студентами и супрацовниками Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны протягивается амаль полторы години. После ее завершення присутная кажет, что почули шмат цікавого. Такие размовы саправды дозволяють поддерживать правую совесть поміж органами улады и людьми. Мне понравилась встреча с губернатором. Мне кажется, он достаточно точно ответил на все интересующиеся вопросы и был расположен к беседе. Я соглашусь, что любая проблема, озвученная на таком уровне, она быстрее воплощается в жизнь. И нужно поднимать такие проблемы, и они будут быстрее воплощаться, быстрее решаться. Олег Синцюров, Миколай Скинсиян, Валерий Гапанько. Телерадио «Компания Гомель». На сессии Гомельского городского совета депутатов подвели выники экономичного развития в минулом году и назвали основные задачи на ГЭТы. Кончатковая мета – повышение добробыту насельництва. С планами ознайомились наши корреспонденты. Не хлядяши на все леташние проблемы, связанные у першую шаргосусветной пандемии коронавирусу, экономика Гомеля продемонстровала довольно высокую житсоздольность. Рентабельность продажу промысловой продукции плюс 8%. И это самый высокий покажик сиротобластных центров. При том, что в поравнении с 2019-м складские запасы готовой продукции скоротились на треть. Бодай самые значные проблемы были связаны со снижением экспорту послуг с боку аутотранспортных и будовничных организаций, что тлумачится связанными с пандемией обижаваниями. Наши субъекты хозяйственного города сработали в плюс. Единственный показатель, который не смогли выполнить, это экспорт товаров. Но это естественно, потому что, к сожалению, были ограничения и у наших соседей, и в дальнем зарубежье, поэтому несколько снизился уровень экспорта товаров. Но, тем не менее, выполнены и объемные показатели по производству продукции. И очень важный показатель по привлечению иностранных инвестиций значительно даже перевыполнен по отношению к заданию. Старшиня Гомельского гарвы Канкама Петр Кириженко переконаны. Коли, по прикладу інших краин, наши предприемства спынили работу в связи с пандемией, одновить ее сдолили бы не все. Выник белорусской стратегии областным центром в минулом году – рост зарплаты на 14%. И узровень безпрацовья – усяго одна десятая процента от агульной колькости экономично-активного насильництва. Плюс откреционовых в творчестве у промысловости. Только приватных предприемств у Гомеле леты зарегистровано больше, как 80%. Они на сегодняшний день ничем не уступают и другим формам собственности, в том числе государственной. По ряду позиций, наоборот, даже более активно развиваются. Вот, может быть, такой универсальный показатель – вклад субъектов хозяйствования от каких-то форм собственности – формирование бюджета. Так вот, на сегодняшний день, по итогам 2020 года, вклад частного, среднего, малого предпринимательства формирования бюджета города составил 27%. Досягнутые леты станучие показчики у экономицы дозволяют сказать, что запланованный на этот год рост промысловой вытворчасти на 4% – реальный показчик. Врештее, для достигнения головной задачи – повышение добробуту насильництва необходимо постоянно развиваться. У плана города модернизация предприемствов с перспективы выпуска больше конкурента с долиной продукцией. При том, что и сегодня гамельшанам ее что пропоновать, как на внутреннем рынку, так и на внешнем. Основу, конечно же, составляют продукция наших промышленных гигантов. Это волоемкие предприятия города, это сельскохозяйственные машины и оборудование, это те же химические удобрения, это стекло листовое, гамель-стекло производимое. Ну и, разумеется, экспорт услуг, если мы говорим про него, это услуги транспорта, IT-сфера развивается успешно в городе. Вот, пожалуй, это основное. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадиокомпания, Гомель. Головная задача экономичного суда – выращение спречек, которые возникают помеж субъектами господарения под час реализации погоднений. В опущенный час в зоне его уваги опынулся белорусский металлургический завод. БМЗ относится до буйнейших предприемств в Беларуси. Разом с тем, в опущенный час он сутокнулся с певными финансовыми проблемами, выкликанными падением деловой активности на сусветном рынке металлопродукции. Такая ситуация оказала негативный уплыв на процесс разликов с партнерами за поставленный металличный лом. Как выник, у суд звернулося некольких предприемств в первую чергу российских. Экономичный суд Гомельской области признал факт наявности долгов, но полечил мы это сгодным продоставить БМЗ оттерминовку платежов. Сгодно с Господаршим процессуальным кодексом Республики Беларусь, экономичный суд имеет такое право. Как свечить мониторинг ситуации на белорусском металлургическом заводе, принятые решения дозволили не только почать разлики с кредиторами, у относенных до яких выносились судовые постановы. Аллея оказала становший уплыв на финансовую ситуацию на предприемстве. Принимая во внимание то, что у нас взыскивается задолженность в валюте, взыскана была, как я повторяю, неустойка в валюте. Исходя из компетенций, которая предоставлена суду, мы в совокупности оценив все обстоятельства, удовлетворили заявление БМЗ. Все отсрочки, которые предоставлялись, они все БМЗ выполняются. БМЗ выплачивает все суммы, но сразу все выплатить не можем. Не представить отсрочку, было бы, наверное, услугубить просто, надо было бы положение БМЗ. Блокировка какой-то деятельности предприятия, наверное, бы она не создала лучших условий для взыскателя, в том плане, что он бы быстрее свой долг не получил. К тому же предприятие, повторяю, оно у нас государственное, большое предприятие, и оно не уклоняется от уплаты долгов. Оно просто оказалось сложным в финансовом положении. По итогам 2020 года, оно уже улучшило финансовое положение, отчетность у него улучшилась, уже появилась прибыль, и это очень уже хорошо. В субботу 27 лютого жихары региона смогут адресовать свои пытания проставникам мясовой улады. У Гомельске Мабл-Ваконками промоу линию проведе перший наместник старшини Игорь Часнок. Звернуться до его можно по номеру 33 12 37. Звороты от гомельчан при имя наместник старшини Сергей Андреев. Телефон для совести 51 45 58. Час работы промых линий с 9 ранницы до полдня. Сустречи гомельских делегатов 6-го оси Белорусского народного сходу жихарами протягиваются. Сегодня ректор Гомельского державного медицинского университета Игорь Стома наведал лядовый палац, где погутыров с коллективом установы, а так само с представниками хоккейного клуба «Гомель». Работники спорта и оховы здоровья повинны супрационнишать, как популяризовать здоровый ладжиття на всех узровнях, особенность род детей и молодых. Такие тезисы огучил делегат подчас сустречи. А кроме спортивных перспектив Гомельщины, Игорь Стома обмерковал инши надзенные пытания. Это коронавирус, об яким завсюду треба памятать, не глядяши на спад захворения в регионе, а так само вакцинацию. Союз спортсменов и медиков в области по словах ректора ГДМУ не обходность в сегодняшних умовах. Я думаю, что разговор сегодня у нас продуктивен. И вот эта сцепка, о которой мы говорим, спортсмены, работники физического воспитания и спорта, и медицинские работники, она будет и дальше эффективно работать на благо Республики Беларусь. До новых тем. Милиция установила особу человека, який в листопаде минулого года образил у радикальным телеграм-канале супрационника Светлогорского Раус. Высветлилась, что комментатор 47-годовая Гомельчанка. Женщина покинула образливое поведомление под фотографией милиционера. А зараз следшие дают правовое отзнаку инциденту. Громадянка принесла выборщине. О содеянном сожалею, раскаиваюсь, приношу свои извинения. Больше данных фактов не повторится. Ознаемство с будущими кадрами начальник Департамента Оховы Мус Республики Беларусь Александр Шепелев наведал Гомельскую школу номер 25, где створены специализованные правовые классы. Дети, який тут навучаются, плануют связать свою будущую с правоохонной деятельностью. После аурошистости, який подрихтовал установок для гостей. Департамент Оховы продемонстровал свою технику и оснащение. Школьники примерили экипировку сопрацовников милиции, увидели в день службового собаку, поднимали в руках соправданную зброю. А кроме того, на мероприемство запросили реконструкторов, которые познайомили школьников с военной истории. Правоохонники надают великое значение популяризации работы органу внутренних справ. Нам нужны патриотические люди, патриотическая молодежь. Та молодежь, которая правильно думает, правильно мыслит и правильно развивает нашу красивую и очень перспективную страну Беларуси. Поэтому мы создали профильные классы в данной школе. И я очень горд за то, что эти профильные классы ежегодно прорастают. То есть, мы когда-то начали с 30 учащихся, а сегодня уже 40% школы это классы, те, которые занимаются именно департаментом охраны. Они участвуют во всех наших милицейских мероприятиях. Зимовая веселка знову зазяла яркими фарбами, объедула студентскую молодь региона. На протягу тыдня проходил масштабный форум таллинтов. Финальная кропка была поставлена у областным громадско-культурным центра. Дмитрий Котов с подробностями. Зимовая веселка пройшла в 23-й раз. Аналога в этом форуме больше нема ни в одном регионе краины. Фестиваль объедула креативную и энергичную молодь с 7 ВНУ Гомельщины. Зараз в якости тематичного лейтмотива был обранный девиз «Студенты на орбите». Это своясабливая молодежная трактовка твору Лявониха на орбите белорусского письменника и драматурга Андрея Макайонка. Тема актуальна и сегодня тому, что как отзначили у БРСМ молоди завсюду были властивые вынаходниц инициатива и знаходливость. Распочался форум ты день тому с молодежной спортивной эстафеты. Финал отбывался у областным громадско-культурным центры. У ФАЕ разгорнулась интерактивная выстава. Кожный вуз подрихтовал свою презентацию. Например, у Гомельской медуниверситете она была в большинстве присвечена волонтерскому руху. Студенты рассказывали, как допомогают пациентам с реабилитацией после COVID-19. В городе Гомеле в различных больницах мы были в больнице, в которых находятся пациенты с COVID-инфекцией. Ездим в разные города, в такие, как Речица. Мы были в Жлобине, мы были в Рогачеве. И сейчас планируется поездка в Могилев, тоже в стационары, в которых находятся пациенты с COVID-19 для их реабилитации. Кожный из вузов спробовал удивить и подходил оригинально до своей презентации. Некто акцент пробил на науковые распроцовки, иншие притягивали увагу с допомогой хатних живел. Когда мы начали рассматривать варианты, которые мы можем предоставить, мы все-таки решили, что хотим разнообразить немножко выставку и решили взять с собой Машу. Маша обезьянка, Маше 8 лет и Маше здесь нравится. Мы представляем университета имени Франциска Скарына и свой проект для 100 деятелей Беларуси. Это Сейсмэсмарт. Сейсмэсмарт – это портативная система раннего предупреждения о землетрясениях, способная сигнализировать о землетрясениях за некоторое время до его начала. Далее на сцене проходит концерт, подчас якого глядачам демонструются лепшие номеры по выниках конкурсу «Анука, першокурсник». Компетентному жюри необходимо визначить самую творшую и оригинальную команду. Сробить это было не так и просто. Студенты региона в очередной раз подкреслили, что они яркие и талиновитые. И победы по сущности заслуговал каждый коллектив. Молодежь наша замечательная, с ней просто нужно работать, с ней нужно говорить, с ней нужно обсуждать те проблемы, которые волнуют сегодня наше общество. Но то, что сегодня мы видим этот праздник, студенческий праздник, это хороший знак именно в год единства, когда наши студенты, наша молодежь вместе. Вот это самое главное. Кожна из ВНУ была отзначена у особной номинации. Команда Гомельского медуниверситета признана самой музычной, а Белорусского гандлево-экономичного университета споживецкой кооперации самой гумористичной. Самые креативные студенты ГДТУ имя Сухого, самые артистичные Гомельского филиала МИЦО. Лепш за усіх танцуют студенты ГДУ имя Франциска Скарыны. Мазырский педагогичный университет перемогу номинации «Имкнуться, шукать, творить». Белорусский державный университет транспорту отзначенный за лепшую режиссерскую программу. Дмитрий Котов, Сергей Комков, телерадиокомпания Гомель. Любимая киноаматорами зала Минион открылась по новым адресе. Теперь она разместилась у центра Гомеля на другом по версии кинотеатра имя Калинина. После невеликого перепынки зала ЗНО открыла свои двери для Гомельчан. Новое помешкание в два раза превышает помер раннейшего. Минион отрымал новый киноэкран на метр широкого. Зала забеспечена сучасной акустичной системой, а лишь бы вы проектор бельгийской фирмы размешанным у аппаратной малой залы, дозволяя обслуговывать две кинозалы одночасово. Глядачу чекают 20 комфортабельных креслов, а так само полепшенная система кондиционования и вентиляции. Минион будет пропоновывать семейные и фестивальные фильмы, стушки документалистов и театральные проекты. Цены билетов варьируются от 4 до 6,5 рублев. Для групповых наведываний есть скидки. Так само продуглежена функция аренды зала для приватного прогляда. Плануется, что Минион станет местом проведения адукационных и дискуссийных мероприемств. Мы получаем дополнительные возможности разнообразить наш репертуар больше такого не коммерческого или менее коммерческого но от этого не менее интересного и высокохудожественного кино. Мюзиклы, спектакли на экране но при этом все в самом лучшем современном качестве с применением цифрового кинооборудования и с возможностью опять же обратной какой-то связи. Поэтому мы очень будем рады если у нас получится возобновить работу киноклуба где мы гомельчане могут обсуждать какие-то фильмы. Таким чином кинотеатр имя Калинина подтвердил позиции ведущего объекта киносетки Гомельшины ставши первшим в области личбовым троузальником. Угон Дня оборонцы Айчины Гомельская областная организация Белой Руси разом с областной федерацией мини-футболу ладили для подлетков футбольный турнир. Поединки проходили на поле крытого манежа стадиона Промень. За узнагороды измагались команды гомельских школ. Белая Руси областная федерация мини-футболу супрацовничаются на протягу многих годов и турнир с нагоды Дня оборонцы Айчины стал черговым выником этой суместной працы. Пандемия и все остальное ребята засиделись. Тем более в рамках Дня защитника Отечества. Как не собраться ребятам и не продемонстрировать свое мужество стойкость терпения и волю к победе в таком турнире. И тем более у нас появилась такая возможность попробовать себя именно в новом футбольном манеже. Пераможцов и призеров узнагородили медалями и солодкими подарунками. Это инши новины. Информацию о проектах Толя Радо компании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Мозреская школьница стала жертвой сексуального насилия. Виновники двое 25-летних и один 26-летний житель райцентра. Известно, что мужчины были пьяны. Правоохранители задержали преступников, а также завели уголовное дело. Девочка временно не посещает школу, с ней занимается психолог. Подробности инцидента сообщил отдел информации и общественных связей УВД Гомельского обл. сполкома. Предварительно установлено, что вечером 20 февраля молодые люди организовали на квартире вечеринку со спиртными напитками. Пострадавшая в тот вечер вместе с друзьями также решила весело провести время и прибыла на этот праздник. Параллельно с возлияниями девушка не заметила, как осталась одна наедине с тремя нетрезвыми мужчинами. Молодые люди перешли грань дозволенного и надругались над беззащитным подростком. В Житковичском районе водитель не справился с управлением и врезался в дерево. 27-летний парень в состоянии опьянения и без водительского удостоверения ехал на автомобиле Ауди 100. На закруглении дороги обход города Житковичи он съехал в кювет и налетел на дерево. Молодого человека госпитализировали в реанимацию районной больницы. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы три пожара. Один из них произошел на территории Мозырьского нефтеперерабатывающего завода. Повреждены 50 погонных метров теплоизоляции трубопровода углеводородного газа. Технологический процесс предприятия не нарушен, пострадавших нет. Причина устанавливается. В агрогородке Карма Добружского района горел частный деревянный дом. В результате уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие. К счастью, никто не пострадал. Возможная причина возгорания – неправильное использование печей и теплогенерирующих устройств. Аналогичный пожар ликвидирован и в Кармянском районе деревня Ворновка. Пострадавших нет, предполагаемые причины инцидента те же. ОВД администрации Центрального района Гомеля устанавливает личность женщины, которая обменивала валюту в одном из банков по проспекту Ленина и присвоила себе лишние деньги. Если вы узнали гражданку или владеете какой-либо информацией о случившемся, сотрудники милиции просят сообщить по телефону, который вы видите на экранах. Это все новости на сегодня. Я, Николай Скинтиян, благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель на финальной стадии подготовки к новому сезону. В это воскресенье зелено-белые проведут выездной товарищеский поединок с Минском. Игра состоится в 15 часов. К слову, стало известно время начала стартовых туров чемпионата. Первый матч 13 марта в Бресте. Соперник Рух. Начало поединка в 16.00. Спустя 8 дней Гомель сыграет дома с новичком высшей лиги еще одним представителем области Реческим спутником. Стартовый свисток прозвучит в 17 часов. В понедельник мужская сборная Беларуси по гандболу начнет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы. 10 марта подопечные Юрия Шевцова на домашней площадке сыграют против сборной Италии. А спустя 3 дня на выйде с командной Латвии. На учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 1 по 7 марта вызвано 20 гандболистов. Среди них и игрок Гомеля Эдуард Ярош. А завтра всех любителей гандбола ждет яркий поединок на площадке областного центра Олимпийского резерва. Женская команда гандбольного клуба Гомель сыграет против Берестия. Гамельчанки на данный момент возглавляют турнирную таблицу. В их активе 34 набранных балла. Гости отстают всего на 4 очка. Начало центрального матча тура 18.00. Завтра в Гомеле состоится очередной кубок по лесе по Киокушин Кан Каратэдо. Состязания среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок по весовым категориям пройдут в год сор по гребным видам спорта и биатлону. Кубок Гомеля проводится под эгидой Всемирного союза Киокушин. В открытом розыгрыше примут участие спортсмены из всех областей Беларуси, а также из Москвы, Киева, Днепра и Подольска. Начало поединков в 10.00. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова